Сегодня у нас 27 января 2021 года. Первый вебинар мой лично в этом наступившем году. Тема у нас будет ультразвуковая терапия, то есть вообще ультразвуковое воздействие именно в области лица, шеи и декольте. То есть мы не будем сегодня брать для рассмотрения процедуры по телу, такие как, например, ультразвуковая кавитация. У нас есть информация об одном из предыдущих вебинаров. Сегодня мы подробно рассмотрим ультразвуковую терапию, то есть ультрафон ФРС, ультразвуковой пилинг, как две основные процедуры, которые в косметическом кабинете в первую очередь делаются с использованием ультразвука. Кроме того, мы поговорим помимо физики, физиологии и, как говорится, нюансов применения на примере аппаратов, которые у меня в кабинете есть. Мы с вами рассмотрим протоколы процедур, и на самом деле они довольно-таки универсальны, то есть мы научимся как бы алгоритм действий формулировать, и, в общем-то, по показаниям, по потребностям пациента можно будет самим сочинять такие протоколы, если есть в руках эта методика, например. И в заключение я уделю внимание домашнему уходу, потому что мы так его, как правило, прилетаем, немножечко углубившись в физику и так далее. Сегодня я хочу как раз рассмотреть прямо такими вот алгоритмами, уходами при каких-то определенных проблемах, то есть мы рассмотрим, как пролонгировать эффект процедур при возрастной коже, при возрастной коже с пигментацией, то есть или сухой нормальной кожей, или всех типов со склонностью пигментации, при проблемной коже, при чувствительной коже, что сейчас, к сожалению, очень часто бывает и встречается. И, в общем, такие вот прям четкие, распишу моменты, и заодно в конце расскажу о некоторых препаратах новых, которые в гильтеке вышли, как раз использующиеся в протоколах. Очень интересные у нас вышли новинки из серии таких сильно действующих, тяжелой артиллерии. И, собственно, многие, может быть, уже и знают, конечно же, о них, и даже имеют уже. Вот, но, как говорится, как раз постараюсь уделить хотя бы там 5 минут нашим вот этим вот интересным вышедшим свежим препаратам. Ну, поехали. Значит, для чего вообще используется ультразвук? На самом деле ультразвук я сама очень люблю. Это такая классическая физиотерапия, которой уже много-много десятков лет. И, собственно, она заслуженно перекочевалась в физиотерапии в косметологию, потому что эффект ультразвука, он и сам по себе присутствует, да, то есть сам ультразвук как физический фактор обладает интересными свойствами. И способность ультразвука, можно сказать, протаскивать активные вещества из нанесенного на кожу препарата, то есть окно проводимости кожи увеличивать и, в общем-то, осуществлять доставку активных компонентов лечебных или, допустим, каких-то с эстетической целью применяемых, улучшающих качество кожи, в частности, воздействующих на сосуды, на лимфатические сосуды и прочее. Ультразвук как раз в этом очень-очень преуспел. И в медицине чаще всего используется не чистая ультразвуковая терапия, как раз именно ультрафона ФРС, для введения активных медикаментов, да, то есть компонентов лекарственных средств, ну, например, тех же самых нестероидных противоспалительных препаратов, да, или глюкокортикоидов и прочее, и прочее, да, то есть это позволяет, ну, вообще любой ФРС позволяет локально без задействования, скажем так, кровеносной системы или пищеварительной системы, когда мы, там, колем препарат или внутрь принимаем, именно локально к месту, где он должен воздействовать, его, собственно, внедрить. И, соответственно, избежать, например, каких-то осложнений, которые он может вызвать, если мы его принимаем внутрь, да, побочных эффектов и так далее, то есть оказать такое селективное таргетное воздействие. Так вот, когда мы, собственно, ультразвук применяем? Вы, кстати, если вопросы какие-то появляются, не стесняйтесь их задавать в чат, я буду сразу на них отвечать. Значит, ну, в первую очередь надо понимать, что у нас воздействие, ну, если мы не берем в расчет тела, да, еще третий вариант, да, такой, как ультразвуковая кавитация, то в области лица, шеи и декольте мы используем два варианта. Либо это аппаратная чистка ультразвуковая, либо это ультрафон и ФРС. Таким образом, если у нас есть проблема в виде гиперкератоза, то мы будем использовать ультразвуковой пилинг. Чем он хорош? Вы все, наверное, прекрасно знаете. Это самая распространенная, наверное, процедура, которую делают и косметологи, и даже не косметологи уже. И, собственно, он позволяет без использования каких-то агрессивно-химических веществ эффективно убрать роговевшие чешуйки с поверхности эпидермиса, то есть сделать кожу более гладкой, выровнять рельеф, сделать ее более свежей, потому что избыточное количество роговевших кертиноцитов придаёт тусклый оттенок кожи. И поэтому, собственно, ультразвуковой пилинг очень хорошая такая достаточно воздействие, очень равномерно убирает как раз гиперкератоз. Можно использовать на достаточно чувствительной коже, которая будет реагировать, например, на кислоты или ферменты порой. Ферменты, конечно, реже, но тоже бывает. Ультразвуковой пилинг использует механическое воздействие, ультразвуковые волны отбивает вот эти мертвые кертиноциты. Мы об этом подробнее поговорим, когда буду рассказывать механизм действия. Кроме того, показаниям, процедурам воздействия ультразвука могут быть рубцовые изменения. И вот здесь как раз используется ультразвук в виде ультразвуковой терапии. То есть это воздействие именно самим ультразвуком, но как вспомогательное, как говорится, вещество, которое мы можем наносить, например, на рубцовую ткань. Может быть, например, тот же самый гель-контрактубикс. И по нему можно работать ультразвуком на определённых параметрах. Я потом дам протокол. для того, чтобы эти рубцы сглаживались или рассасывались, например, менты постакна, поствоспалительные рубцы, зачастую пигментированные. То есть есть возможность с этой проблемой работать. Соответственно, если есть постакна, как я уже начала упоминать, то мы можем использовать и ультразвуковой пилинг, чтобы ускорить обновление кожи, чтобы быстрее, как говорится, эти постакна уходили, как говорят. И, соответственно, можем использовать ультрафонов АРС, то есть воздействие с целью ввести какие-то компоненты, которые позволят вот этой пигментации и, собственно, вот этому застойному пятну быстрее рассосаться и исчезнуть. Возрастные изменения являются, конечно же, показанием. Тогда мы уже убираем гиперкератоз, запускаем обновление кожи при помощи ультразвукового пилинга. И осуществляем АРС уже с препаратами, которые содержат те компоненты, которые хороши для возрастной кожи. С признаками фотостарения, с признаками хроностарения. То есть это могут быть и антиоксиданты, и пептиды различные, не только миролоксанты, естественно, но и матрикины, и всякие ремоделирующие сигнальные пептиды и прочее. То есть они достаточно неплохо вводят с ультразвуком. Витамины, разумеется, которые тоже часто обладают антиоксидантными свойствами и, собственно, могут быть и нести функционал, отбеливающий частично, и сосудокрепляющий, как, например, витамин ПП. Можем вводить ДМАЭ, диметиламиноэтанол, препарат, его содержащий с целью, собственно, тоже антиоксидантный, и создать некий эффект лифтинга, который дает этот компонент при нанесении на кожу. Также мы можем решать проблемы нарушения микроциркуляции, что тоже очень важно, потому что, да, действительно, например, антикуперозный гель наш, известный самый, с венотониками, которые только можно себе вообразить, все в нем есть, да, и тарксирутин, и конский каштан, и листья красного винограда, и как раз витамин ТОП, и неоцин, и витамин С, и ДМАЭ, как антиоксидант. Вот, но проблема в том, что если есть купероз, особенно выраженный, да, то вводить его, например, делать ее на форез, вводить постоянным током, электропарации, который, ну, с одной стороны, достаточно мощный форетический метод, да, достаточно много лекарств, ну, активного компонента можно ввести при помощи электропарации, но, к сожалению, тем, у кого есть купероз, проблемы с сосудами, сосуды хрупкие, сами вот эти электрометодики с использованием электрического тока в миллиамперном диапазоне, они нежелательны, то есть они противопоказаны, по сути, потому что хрупкие сосуды, они могут разрушиться окончательно под воздействием достаточно агрессивного вот этого электрического тока. Не надо путать это, естественно, с микротоковой терапией, потому что микротоковая терапия использует микроамперный диапазон, это подпороговая, очень мягкая, очень слабая сила тока используется воздействием, и эта процедура как раз, она не является, кстати, форезом, под воздействием микротоков, мало что может глубоко проникнуть в кожу, вопреки обещаниям, например, производителей домашних аппаратов, но это уже там с их стороны такой маркетинг. На самом деле микротоки – это стимулирующая процедура, те, кто регулярно на наших семинарах и вебинарах бывают, все уже это знают, и, естественно, микротоки действительно являются процедурой выбора для пациентов с куперозом, с розацией и прочей с целью укрепления сосудов, но чтобы ввести, например, сосудоукрепляющие компоненты, как они еще называются, вазопротекторы, или венотоники, мы не можем использовать миллиамперный электрический ток, как постоянный, так и переменный. То есть ионофорез, электропорация для нас будет противопоказана. И как раз ультразвук – это та методика, которая позволяет взять тот же самый антикуперозный гель и вводить его, собственно, в глубокие слои кожи, чтобы активные компоненты достигли своей мишени, то есть капилляров, которые расположены в дерме, и улучшался сосудистый тонус, тонус сосудистой стенки, чтобы реология крови улучшалась, чтобы отечность снималась, то есть убирались отеки, которые дополнительно сдавливают хрупкие сосуды. То есть как раз форез препаратов с венотониками – это замечательная вещь, именно при помощи ультразвука. Аида спрашивает, можно ли использовать по телу антикуперозный гель. Можно использовать. Его, кстати, очень часто покупают в большом объеме, то есть не там 0,3 или 100 грамм, а 0,2 такой флакончик, чтобы надолго хватило, или даже он бывает больше в профобъемах. И используют как сосудоукрепляющий, капилляроукрепляющий гель для нижних конечностей при поверхностном варикозе. Особенно хорошо при беременности, например, использовать, то есть чтобы отечность снимать, чтобы профилактику варикоза осуществлять. То есть этих гелей аптечных, как говорится, в принципе, в количестве имеется. Но, например, на основе гепарина гелия период беременности не рекомендуется, а растительные венотоники как раз хорошо. То есть если вы возьмете какой-нибудь гель, который используется, например, с этой же целью аптечный, там тоже будет тот же самый конский каштан, листья красного винограда, или гель троксивозин с троксирутином в составе, который тоже троксирутин есть в нашем антикуперозном геле. И, в принципе, наверное, даже по, может быть, стоимости и выгоднее получится покупать антикуперозный гель в большом объеме использовать, чем маленький тюбик, там, 30-50 мл, использовать его на ноги, быстро кончится. Да, действительно так делают. И, кстати, можно, ну, уже, конечно, не во время беременности, а просто, если при наличии поверхностного варикоза, в стоячей работе, да, можно использовать ультразвук и, естественно, по телу, то есть форез делать, то есть чтобы глубже, как говорится, проникало и больше количества активного компонента. Во время беременности просто уже нельзя процедуру аппаратные делать, поэтому там остается только мазать. Вот. Значит, по поводу сосудов понятно, да. А еще какую проблему мы решаем? Обезвоженность кожи. То есть, естественно, обезвоженность кожи, она может иметь много причин, как внешнюю, да, то есть развитый гиперкератоз, плохо, ну, пересушенная кожа, да, то есть утолщенный эпидермис, да, и тогда мы, собственно, убрав ороговевшие чешуйки, дадим возможность, например, каким-то увлажняющим препаратам лучше сработать. Вот. И, собственно, сам транспорт влаги, когда кожа хорошо обновляется, он тоже запускается и более эффективным становится. Транспорт влаги, я имею в виду, из глубоких слоев кожи, поверхностный, потому что основную часть влаги, естественно, наш эпидермис, лишенный сосудов, получает из дермы, то есть та жидкость, которая из капилляров выпотевает, соответственно, и попадает в эпидермис. И, собственно, задача эпидермиса, состоятельного гидролепидного барьера, защитного, это влагу удержать. Вот. Если он этого делать не может, тогда используются всякие наружные средства, увлажняющие сыворотки, кремы, какие-то окклюзионные препараты, да, которые дают влагу удерживающую пленку, то есть препятствуют трансэпидермальной потере влаги. Поэтому, конечно, если кожа у нас хорошо обновляется, то она и будет более хорошо увлажнена. И, соответственно, добавлять влагу мы можем не только внутрь, хотя основное количество влаги поступает изнутри, поэтому достаточный питьевой режим нужен, да, то есть, и поэтому это очень влияет на увлажненность кожи тоже в том числе. Плюс, естественно, форез каких-то интенсивно увлажняющих компонентов мы можем осуществлять как раз при помощи ультразвука, вводить низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, ультрамолекулярные формы гиалуроновой кислоты, собственно, вводить пептиды, которые регулируют, например, влажность, ну, вот этот транспорт влаги из дерма-пепидермис, например, у нас в сыворотке 3D-увлажнение есть пептид дифупарин, который, собственно, участвует в этом процессе, и можно вводить, например, ее, например, ультразвуком, да, ну, и, соответственно, в регулярном уходе использовать дома. Так что возможности много убирать обезвоженность кожи, и ультразвук нам в этом как раз помогает. Да, Жанна, маску АКО удовольствия можно ультразвуком вводить, и, кстати, маску удовольствия АКО удовольствия благодаря консистенции такой достаточно густой очень любят врачи, которые используют радиочастотный лифтинг в своей практике, да, то есть это немножечко дороговатенько получается, конечно, по этой маске делать РФ, потому что там достаточно большой расход, но она для РФ подходит, и там при РФ просто, ну, гель этот за счет температуры быстро подсыхает, расходуется, приходится много добавлять, поэтому там может на лицо уйти и 20 мл, на процедуру, а вот при ультразвуковом воздействии как раз там очень экономичный расход, потому что мы нанесли таким средним слоем, как будто мы маску делаем, ее эту, то есть 10 там миллилитров максимум, наверное, и, собственно, этого хватает на процедуру, вот, потому что если мы, допустим, нанесли достаточное количество геля, и он начинает уже впитываться, подсыхать, мы даже не обязательно будем добавлять гель, да, мы можем под манипулу немножечко кисточкой нанести или брызнуть, ну, кому как удобно, или с пипеточки капнуть тоник любой, там, увлажняющий тот же самый с гиалуроновой кислотой, эластином, и, собственно, манипулу у нас будет скользить нормально, активных компонентов достаточно на коже уже будет лежать, и таким образом мы снизим расход препарата. Вот, ответила, наверное, да, Жанна на ваш вопрос. Отечность, пастозность мы можем снимать, соответственно, это будут форезы с лимфодренажными какими-то компонентами препаратов, ну, самый такой, сразу приходящий на ум, это наш гель для кожи вокруг глаз, который можно, кстати, использовать не обязательно только на область вокруг глаз, можно и на все лицо и шею использовать, и он содержит пептид асерил, который, собственно, влияет тоже на именно дренажную функцию, то есть он улучшает кровоток, лимфоток, и, собственно, если в области вокруг глаз, он снимает отечность и уменьшает темные круги. И поэтому его можно всегда добавлять, как говорится, либо наносить на эту зону его, а на остальные, там, допустим, какой-то другой препарат, либо вообще, если общая такая отечность, пастозность, тяжелое лицо, может вообще по нему делать и ультразвук, и даже микротоковую терапию. Поэтому возьмите на вооружение. Единственное, что, конечно, он не самый, скажем так, дешевый препарат в гильтеке, потому что асерил дорогой компонент, и чаще его, конечно, используют для зон вокруг глаз. Но, как говорится, ничто нам не мешает использовать его на все лицо. Плюс сам Форес, когда мы осуществляем движения, манипулы, они все идут по массажным линиям, то есть по линиям, мало того, что наименьшего сопротивления кожи, но и по направлению колтерально-лимфатических. И, соответственно, мы механически вот этим вот массажем, ультразвуковой манипулой осуществляем некий лимфодренаж. Особенно если мы в начале процедуры, всегда люблю акцентировать на это внимание, прокачаем регионарные лимфоузлы, не поленимся на этапе подготовки кожи, когда мы, например, массаж подземной маски делаем, то лимфодренаж будет очень эффективный. И бывает, что после процедуры какой-то уходовый, где использованы вот эти элементы лимфодренажа, пациент встает и говорит, что ой, как будто бы я там на 3 килограмма похудел. То есть очень хорошо уходит вот эта вот пастозность. Какой период времени при использовании мы в эффекте? Ну, смотрите, это такой вопрос очень общий, да, смотря какой эффект, смотря, ничего страшного, Виктория, вот, это смотря, конечно, что мы делаем, да, тут имеется в виду уже уже зависит от того, что мы хотим получить. То есть обезвоженность мы можем практически с первой процедуры убрать, сделать ультразвуковой пилинг, убрать гиперкератоз, ввести какие-то по принципу заместительной терапии те же самые ультразвуковые и низкомолекулярные формы гиалуроновой кислоты, сделать потом маску восстанавливающую, и у нас пациент встанет уже с нормальным с нормальным уровнем увлажненности, который ему хватит надолго. Конечно, если мы сделаем курс, ну, дальше я буду уже подробнее говорить, как курс формировать и все прочее, вот, то мы достаточно быстро увидим результат. Если мы работаем с возрастными изменениями, там, конечно, а, все, поняла, значит, снять отечность. Отечность, в принципе, если она функциональная, то есть она не связана с какими-то внутренними проблемами, там, к примеру, с правожелудочковой недостаточностью, или там, с проблемами с почками, там, с мочеводительной системой, или там, допустим, эндокринной какой-нибудь патологии, когда бывает тоже склонность к отекам, вот, то, в принципе, тоже мы можем после первой процедуры увидеть очень хороший результат, но любая физиотерапия, независимо от того, что она используется в больнице, да, с какой-то лечебной целью или в косметологии, то есть в эстетической медицине, она все равно требует курсового воздействия, а курс в среднем, я об этом хотела сказать дальше, и скажу еще раз, вот, это, как правило, минимум 8, но чаще всего 10 процедур, иногда бывает, что и больше требуется, но, как говорится, 10 процедур это золотой стандарт, и делаются процедуры, как раз с целью решения какой-то локальной проблемы достаточно часто, то есть не раз там в неделю, как какой-нибудь пилинг, там, или еще что-то в этом роде, а ежедневно или через день, вот, если, да, водичка стоит под глазами, как вы говорили, еще очень хорошо, помимо, собственно, ультразвуковой терапии, которую все равно больше 10 процедур нельзя делать, да, и, собственно, потом вы уже сможете курс повторить только через 2-3 месяца где-то, вам просто, если это лично про себя вы говорите, да, или про своего пациента, лучше всего, конечно, ежедневно делать лимфодренажный самомассаж, хотя бы самый простой, самый короткий, там, если интересно, можно посмотреть, у нас на ютубе есть влоги короткие, которые, в общем, больше на пациентов, чем на профессионалов рассчитаны, и там есть у нас влог, серия влогов сам себе косметолог, который мы на карантине снимали, я там в одном из видео про отеки, показываю самый-самый простой лимфодренажный массаж, там, буквально, который на 5 минут, утром можно умываясь, его сделать, и нанося там какие-нибудь уходовые средства, вот, и, действительно, если его не лениться, делать регулярно, хотя бы каждое утро, да, лучше 2 раза в день дренажить область лица и шеи, во-первых, отечность уменьшается, а во-вторых, на самом деле, многие замечают, что меньше беспокоят, например, головные боли при этом, потому что мы дренажим всю область головы и шеи, да, и, соответственно, улучшаем кровоток, в том числе, и сосуды, которые питают головной мозг, и меньше спазмируется, там, все, поэтому можете посмотреть вот этот влог, взять на вооружение или лимфодренаж или какую-нибудь более продвинутую технику взять на вооружение, и вот не лениться это делать, это действительно важно, соответственно, ну, и последить там за осанкой, за, потому что очень влияет, конечно, осанка на отечность, и поэтому задержку жидкости, ну, и, соответственно, тоже питьевой режим, потому что многие бывают, что пьют кофе, например, любят, да, или какие-то напитки вместо воды, вот, и, собственно, задерживается жидкость, или там какую-то более соленую пищу едят, и жидкость задерживается просто сама по себе, да, это функциональная причина, и если вот эти вот триггеры убрать, то она будет задерживаться меньше, вот, как вариант. Вот, еще, ну, если вы говорите под глазами, да, это действительно, скорее всего, задержка жидкости, ну, плюс еще бывает, что анатомически такое строение, дребловатая кожа в зоне вокруг глаз, и сразу туда эта вода устремляется, плюс кожа растягивается, и даже когда там нет сверженного отека, кожа немножко, ну, избыток кожи виден, вот, но зачастую бывает, что вот эта вот зона вокруг глаз, отечность путают с малярными мешочками, которые более латерально расположены, как правило, вот здесь такие мешочки, и они как раз не водой наполнены жиром, то есть это так называемые грыжи, да, то есть малярные мешки, вот, и они, к сожалению, конечно, ну, всякими массажами, процедурами можно уменьшить отечность в этой зоне, соответственно, сам мешочек будет менее выражен, но, к сожалению, они радикально только хирургическим путем убираются, потому что, по сути, там не вода, а жирок, вот, двигаемся дальше, чувствительная кожа, да, чувствительная кожа вообще очень такая сложная тема, и, собственно, сейчас, видимо, потому, что и экология нарушается, и все очень часто встречается, чувствительная кожа, всякие хронические дерматозы, а-ля топический дерматит, вот, и, собственно, повышение чувствительности кожи, зачастую очень связано с агрессией внешней среды, то есть мы живем не в идеальных условиях, как говорится, а, в общем, в достаточно урбанистическом обществе, на нас постоянно действуют и перепады температур, и всякие отопительные приборы, кондиционеры и прочее, да, какие-то химические вещества, что-то там загрязненный воздух и так далее, и тому подобное, и поэтому чувствительность кожи, хочешь не хочешь, повышается за счет того, что нарушается барьерная функция, вот, и такая кожа с нарушенной барьерной функцией, она, помимо того, что и чувствительность у нее повышается, она еще и влагу теряет очень сильно и быстро, ей сложно ее удержать, поэтому, как правило, при чувствительной коже используется для форезов средства, которые дополнительно глубоко увлажняют, но тут лучше выбрать не просто, например, ту же самую низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, а, например, сыворотку тереза увлажнения, которая, помимо увлажняющих компонентов, еще содержит достаточно большую концентрацию сока алоэвера, который будет убирать чувствительность, вот, гель для зрелой кожи тоже, это такой более простой препарат, там коллаген, эластин, витамин С, и вот тоже там 2% алоэ, который очень неплохо убирает чувствительность, то есть можно его, например, вводить форезом, то есть мы берем те препараты, где есть компонент, который будет прицельно воздействовать на, собственно, существующую проблему, вот такие вот показания, соответственно, ну, основные, какие параметры ультразвука используются, параметры у нас зависит от того, что мы делаем, да, мы деструктивное воздействие оказываем, то есть ультразвуковый пилинг делаем, или мы используем фонофорез. Это очень частая ошибка, я, наверное, в принципе на этом, ну, очень подробно не буду останавливаться, но упомяну, потому что, несмотря на то, что мы уже на нашем канале в YouTube, да, с нашими вебинарами, влогами и прочее, уже, наверное, собак съели на тему объяснения отличий, почему нельзя там обратной стороной лопатки делать фонофорез и прочее, да, напишите, кстати, в чат, если вдруг кто-то еще не знает этого момента, да, и верит в то, что, например, можно перевернуть лопатку скрабера и сделать какой-нибудь там форез активного препарата. Соответственно, все равно, да, постоянно наши слушатели знают, конечно же, вот, и просто такие вопросы регулярно приходят, и в наших соцсетях там нам вопросы задают, в инстаграме, ну, то есть, как правило, все вопросы, которые там связаны каким-то образом с аппаратами или с косметологией, они все равно падают мне, чтобы либо я ответила, либо проконтролировала правильность ответа, вот, мы стараемся все вопросы уделять должное внимание, там даже с маркетплейсов, кто-то с какого-нибудь Валбереса зона приходит, все равно мы контролируем. Вот. А, ну вот, видите. Собственно, ну, я расскажу сейчас коротенько тогда на эту тему, почему, собственно, это так не работает, потому что это самая-самая часто встречающаяся ошибка. Конечно же, идея перевернуть лопатку и делать фонфорес, она не от глубоких знаний физики, конечно, пошла, а от того, что, когда начали производители эти лопатки, всякие портативные, домашние продавать, конечно же, хотелось привлечь клиентуру, покупателей, тем, что вот этот маленький дешевый приборчик, а делает столько всего интересного, но на самом деле, конечно, к сожалению, все далеко не так. То есть, у нас ультразвук может как распространяться? Либо вглубь кожи, то есть, для этого мы должны манипулу поставить перпендикулярно поверхности кожи. Вот это основной ключевой момент, как говорится, для понимания процесса, потому что, если мы направили источник ультразвука не перпендикулярно, вот ровно под 90 градусов к поверхностной коже, то, к сожалению, этот ультразвук не пойдет вглубь кожи. Соответственно, даже, я так привожу обычно в пример, всякие аппараты, которые стоят зачастую в физиотопиотических отделениях больниц, там даже есть так называемая защита от дурака. То есть, когда, например, вот наша манипула, пока закрою, допустим, мы вводим какой-то препарат, и у нас либо оторвалась от поверхности кожи манипул, либо изменила свой наклон. Этот аппарат начинает, например, пищать для того, чтобы медсестра вернула свое внимание, как говорится, на эту манипул, и поставила ее снова под 90 градусов. А еще бывает, что медсестры дают самим пациентам водить себе, например, по коленке, и тут еще больше риск, что он неправильно сделает что-то, и вот тогда аппарат пищит, сбрасывает время, недовольны, что не под 90 градусов ультразвук распространяется. Поэтому нам обязательно нужно для того, чтобы вглубь кожи что-то ввести, поставить манипулу под 90 градусов. Так вот, теперь представим себе манипулу скраббера. Мы при всем желании направление ультразвука мы никак не поставим под 90 градусов, чтобы там что-то ввести. А даже если мы поставим, здесь площадь соприкосновения будет настолько мала, потому что это фактически как у ножа, вот это лезвие. И, собственно, мы тоже ничего не сможем ввести. Более того, что даже если мы так поставим, у нас все равно не будет ультразвук идти распространяться именно под 90 градусов вглубь кожи. Потому что скраббер генерирует ультразвук и конструкция этой лопаточки, она позволяет подставить ее под 90 градусов. И только тогда эта лопаточка входит в резонанс и вот этот эффект кавитации возникает. Мы, кто делал ультразвуковый пилинг хоть раз, видел, как брызгает вот эта вот жидкость из-под лопатки. Как это происходит? На самом деле мощность ультразвука зависит от его частоты. То есть низкая частота то есть как бы редкие колебания то есть 24-26 а может быть 28-27 кГц то есть в таком диапазоне до 100 кГц на самом деле считается низкая частота. Она воздействует очень глубоко. То есть если представить себе манипулу вот такого формата с какой-то достаточной площадью соприкосновения с кожей и распространить вот этот мощный ультразвук вглубь кожи то работая на лице мы разрушим наверное все зубы, мозг глазное яблоко потому что там глубина проникновения до 14 сантиметров получается в среднем. Вот и естественно даже если мы будем переворачивать манипулу да к счастью мы мозги там ничего не разрушим на лице потому что манипулу скрабера при всем желании нельзя поставить под 90 градусов для того чтобы вот этот мощный ультразвук распространялся вглубь кожи что делает скрабер он работает действительно на мощной такой разрушающей частоте он работает как правило в непрерывном режиме то есть достаточно сильная интенсивность воздействия но распространяется он по поверхности кожи то есть вот эти вот ультразвуковые волны они подпрыгивают по поверхности кожи я люблю как бы аналогию такую приводить в пример как мы камешек в речку бросаем вот он поскакал дальше то есть как бы мы нанесли какое-то разрыхляющее средство например гель дезинкрустации он полежал у нас под пленочкой эпидермис разрыхлился мы сверху кисточкой еще или там подбрызгиваем или капаем из пипетчика кому как удобно шприца без иглы лосьон дезинкрустирующий или хотя бы тоник какой-нибудь и вот по вот этой вот гелевой жидкой среде мы проводим лопаточки и вот происходит вот это вскипание так называемое антиковитация под воздействием ультразвук и они отбивают вот эти вот предварительно разрыхленные мертвые кератиноциты с поверхности кожи то есть ультразвук с одной стороны мощный но с другой стороны он бежит по поверхности кожи вот понятно да и соответственно используется только для того чтобы убрать гиперкератоз то есть скрабер он можно сказать и в Африке скрабер и от этого манипулы как говорится если даже его назвать там микромассажем или там каким-нибудь еще лифтингом но он от этого им не станет конечно потому что в лопатку можно условно говоря запихнуть только один пьезоэлемент который генерирует только один вид ультразвуковых волн и естественно на низкой частоте когда же мы хотим использовать всегда рада если что-то вдруг непонятно вы меня сразу тормозите потому что я могу что-нибудь заумное сказать и непонятно вы говорите тогда если что-то вдруг не очень я тогда еще более доступно объясню потому что у нас наверное тоже не все косметологи здесь присутствуют много народу хотела послушать и которые не связаны вообще профессионально с косметологией поэтому я постараюсь максимально доступно объяснять фонофорез это же уже воздействие которая собственно имеет в своей основе ультразвуковую терапию то есть воздействие самого ультразвука уже на высокой частоте то есть для разрушающего действия нам нужна низкая частота но побежит она по поверхности кожи а для введения препаратов нам нужна высокая частота потому что чем выше частота тем у нас более поверхностное воздействие то есть там будет совсем небольшая глубина проникновения но нам собственно дальше дермы все равно не прыгнуть вводя любые косметические или медикаментозные средства мы не сможем преодолеть и эпидермальный барьер и дермы и попасть под кожу жировую клетчатку мы конечно низкочастотным ультразвуком можем туда попасть но это уже совсем другая процедура ультразвуковая кавитация которая зарушает жир например в жировых ловушках это как бы воздействие тоже из области деструктивных а вот форез это введение в дерму то есть чтобы там депонировались какие-то активные компоненты или из косметики или из лекарств и собственно какое-то время там вот это депо сохранялось чтобы они могли оказать воздействие локально без как я уже говорила задействования ЖКТ или кроведосной системы и тогда мы используем как раз высокочастотный ультразвук для этого нам нужна манипула которую можно поставить перпендикулярно поверхности кожи манипула должна иметь частоту от 1 до 3 есть варианты и больше мегагерц с еще более поверхностным воздействием но чаще всего встречается либо 1 либо 3 если это 1 мегагерц это чаще всего медицинские аппараты которые используются для работы чаще всего по телу введение НПВС введение глюкокортикоидов введение каких-то там еще препаратов различных и собственно на лице не очень желательно использовать аппараты имеющие 1 мегагерц или 880 герц частоту потому что там все-таки достаточно глубоковатое проникновение будет чуть ли не до 5 сантиметров а на лице у нас близко височно-нижнесересной сустав зубы глаза мозг нам не нужно глубокое воздействие поэтому когда мы работаем на лице нам лучше взять частоту 3 мегагерца вот у меня например на манипуле прям прописано это Алвипрак чешский аппарат у меня стоит не знаю будет видно вам или нет может быть попробую поднести к камере если она там сфокусируется вот написано 3 мегагерца вот 3 мегагерца вот или бывает что в некоторых аппаратах написано там 2600 гигагерц это как раз та частота которая глубже там полутора сантиметров без потери мощности не проникнет а так в общем оптимальная глубина доставки активных компонентов всего лишь где-то 3 миллиметра а это как раз хватает для того чтобы ввести что-то активное в дерму поэтому нам нужна манипула поставить ее под 90 градусов должна быть достаточной площади соприкосновения с кожей то есть это не нож лопатки а нормальная такая манипула кругленькая для более труднодоступных зон используют вот такие вот с более маленьким ну например около носа или там в зоне вокруг глаз проработать на самом на области верхнего и нижнего подвижных лет конечно не работают ультразвуком в косметологии потому что на глазное яблоко воздействовать нельзя поэтому здесь как раз вот важно что частота должна быть высокая желательно 3 мегагерца под 90 градусов мы ставим этот наш источник ультразвука и собственно прилегает манипула плотно к коже у нас используется обязательно гелевая какая-то среда потому что у нас воздух не проводит ультразвук то есть если у нас по сухой коже будет ультразвук распространяться он никуда не пойдет потому что воздух блокирует ему как говорится путь недаром мы всегда готовимся к ультразвуковому исследованию например кишечника в брюшной полости и малого таза освобождая кишечник от газов потому что кишечник нам будет мешать рассмотреть паренхематозные органы которые смотрятся на УЗИ то есть поджелудочную железу не будет видно за поперечной ободочной кишкой которая будет наполнена газом и выглядит всего лишь как какой-то белый субстрат такой как говорится все загораживающий собой допустим какие-то каловые массы перемешку с газом будут мешать рассмотреть яичники в малом тазу поэтому пациенты готовящиеся к УЗИ в тренхозвуковом исследовании они должны три дня какой-то диеты придерживаться все-таки не есть что-то такое газообразующее белый хлеб капусту и прочее то что вызывает пить минеральную воду с газом и прочее чтобы убрать максимально газ с кишечника некоторым даже при повышенном газообразовании рекомендуется пару дней какой-нибудь адсорбент попить и прийти строг натощак на УЗИ вот это все связано с тем что воздух не даст ультразвуку проникнуть туда куда надо и нам увидеть что-то а в случае процедуры фореза он воздух не даст проникнуть в кожу поэтому всегда используется гель и соответственно гель либо может быть просто контактным если мы воздействуем просто ультразвуком и не должны ничего вводить а если мы должны что-то ввести то этот гель или сыворотка должен содержать активные компоненты которые будут под воздействием этого высокочастотного ультразвуку проникать в глубокие слои кожи как собственно это делается почему они туда проникают естественно задействуются пути наименьшего сопротивления то есть есть у нас выводные протоки сальных потовых желез волосыные фолликулы через которые собственно основная масса вот этих активных компонентов из нашего препарата они и будут достигать собственно дермы вот естественно от нанесенного на кожу препарата разумеется не 100% проникнет в глубокие слои кожи то есть в глубокие слои эпидермиса на уровень базальной мембраны в дерму проникнет какая-то часть некая до 10 максимум 15% все зависит от величины молекулы от биодоступности самого компонента он может быть упакован липосоманом например и проникнуть глубже а может быть иметь крупную молекулу и остаться просто на поверхности кожи поэтому здесь важно учитывать эти моменты и собственно если вот это все понятно то можно сразу логично предположить что естественно лопаткой мы не можем делать фонофорез манипулы для фонофореза мы не можем делать ультразвуковой пилинг и все используется как говорится по своим показаниям интенсивность ультразвука тоже важна она используется небольшая спасибо Тамара если что-то не успеете то можете в записи потом посмотреть на ютуб не переживайте единственное что в режиме реального времени кто что-то там как говорится связь пропала например не сможет задать а отсмотреть в принципе можно будет позже вот и соответственно про интенсивность ультразвука она должна быть небольшой то есть 0,2 ватт на квадратный сантиметр если конечно аппарат у вас позволяет вот прямо этот параметр отследить на области вокруг глаз соответственно по костному краю орбиты мы можем работать до 0,6 ну в некоторых случаях чуть больше но я потом скажу каких вот ватт на квадратный сантиметр это когда мы работаем в области лица и шеи соответственно область считают на железы естественно ну и любых там этих парихно-химатозных органов не задействуется при ультразвуковой терапии то есть мы не будем в области щитовидной железы работать будем работать только по передней боковой там поверхности шеи в области если декольте да и в области лица вот и глазной яблок естественно мы не трогаем вот такие вот нюансы соответственно сейчас скажу Анна вижу вопрос вот соответственно курс у нас всегда будет физиотерапевтический то есть это 8-12 ну золотой стандарт 10 процедур ежедневных или через день это естественно если мы хотим какой-то накопительный эффект получить да то есть мы вводим допустим какие-то сосудокрепляющие компоненты или работаем с пептидовыми релаксантами чтобы морщинки у нас ну гипертонус мышц снять или отечность убираем да естественно после одной процедуры будет эффект меньше чем после там 5-6-10 и держаться будет меньше количества времени вот главное соблюдать вот этот вот межпроцедурный интервал да потому что если мы будем делать допустим раз в неделю то это будет просто эпизодическое воздействие какое-то да ну или там поддерживающая терапия то есть можно так делать да или там например процедуру на выход делать таким образом но это уже будет не курс обеспечивающий быстронакопительный эффект вопрос поступил от Анны скажите пожалуйста какая разница между гальванической и тузковой чисткой ага смотрите ну не важно какой в принципе аппарат если он выдает правильные параметры да то есть для гальванической чистки он будет выдавать постоянный гальванический ток в миллиамперном диапазоне да вы по-любому будете устанавливать по ощущениям своим то есть по ощущениям пациента и в профессиональном оборудовании это все устанавливается силу тока и естественно ну вряд ли как кто-то на лице выдержит больше там трех с половиной миллиампер силу тока вот не сказав при этом что не цезурно потому что ну больно будет уже а воздействие гальваническим током ну и вообще как бы электрическим током оно предполагает небольшую силу тоже да но ощутимую то есть мы должны чувствовать покалывание мурашки такое как бы но не должны чувствовать боль и жжение да то есть здесь в этом плане нету корреляции с тем что сильнее значит лучше эффект там если сильнее будет разрушаться сосуды будут как раз побочные эффекты не нужные нам да ну и плюс боль это тоже процедура не должна сопровождаться болью так вот если он выдает правильные параметры то при гальванической чистке соответственно используется постоянный ток при ультразвуковой используется ультразвук в чем разница гальваническая чистка она позволяет больше воздействовать на кожное сало если его избыток да в том числе в устьях сальных желез то есть гальваническая чистка будет лучше разжижать вот это кожное сало будет может быть немножко лучше растворять вот это вот клейкое вещество которое между керотиноцитами находится опять-таки в котором есть жиры триглицериды кожного сала почему потому что мы наносим щелочной раствор щелочной гель в качестве средства для холодного распаривания перед гальванической чисткой ну и перед звуковой конечно его наносим но берем допустим гель для дезинкрустации он имеет щелочной паш и когда мы его наносим на кожу и потом накрываем влажной салфеточкой ну из такого из материала да спанлейса или масочкой специальной пропитанной тоже щелочным лосьоном для дезинкрустации для гальванической чистки обязательно еще лосьон нужен щелочной потому что ультразыковую чистку в принципе можно любым тоником побрызгать или нанести чтобы жидкая была среда и будет кавитация усиливаться а здесь как раз именно PH важен и что у нас происходит у нас триглицериды кожного сала реагируют со щелочью которая собственно входит в состав геля и лосьона и когда мы вводим по вот этой тряпочке манипулы у нас на коже происходит реакция омыления жиров то есть мы воздействуем сначала при гальванической чистке немножко в другую тему шли немножко от ультразвука ну вот просто чтобы понять воздействуем сначала с катода то есть с минуса и под отрицательным электродом у нас щелочная среда как говорится активизируется ее все свойства то есть она начинает собственно омылять жиры которые до кожи находятся и растворять их кроме того протеолиз белка то есть вот эти вот сами мертвые кератинациты начинают разваливаться в некотором роде и собственно гальваническая чистка она как раз хороша тогда когда очень тугие поры склонны к закупориванию кожное сало активно вырабатывается особенно если это густая сиборея и собственно постоянно ток позволяет хорошо очистить глубоко поры что касается ну и соответственно мы работаем с минусом сначала а потом сам катод он обладает такими стимулирующими свойствами он еще и сам по себе вот этот отрицательный электрод притягивает влагу такой вот электроосмос разрыхляет эпидермис поры открывает и прочее после гальванической чистки тоже достаточно легко почистить мануально что-то подчистить но собственно гиперкератоз в меньшей степени она удаляет вот как раз если превалирует гиперкератоз как проблема тусклая грубая кожа склонная к сухости к шелушению или может быть чувствительная кожа которая плохо будет реагировать на вас электрическим током то тогда лучше предпочесть ультразвук то есть мы гальванической чисткой больше жир сваряем омыляем прямо на коже а ультразвуковой чисткой мы убираем гиперкератоз в первую очередь и у гальванической чистки насчет домашних аппаратов слабеньких совсем я конечно не знаю а на профессиональном оборудовании опять-таки тот же самый купероз является противопоказанием для проведения гальванической дезинкрустации даже если к этому есть показания прибыли в виде закупленных пор и собственно густой сибореи и тугих пор которые руками очень сложно очистить мануально то мы гальваническую чистку все равно не сможем провести и нам остается только как вариант например ультозвуковой пилинг или химическое воздействие то есть сделать легкий какой-то пилинг на основе энзимов или кислот как энзимную маску например и собственно мы получим тоже неплохие результаты а делать две чистки сразу нет не надо смотрите у нас в физиотерапии есть такое важное правило это не передозировать воздействие самого физического фактора на одну и ту же зону и поэтому любые физиопроцедуры такие нагрузочные они конечно не комбинируются в одно как говорится применение поэтому мы либо-либо но вы можете чередовать вы можете допустим на этой неделе сделать гальваническую чистку если у вас два этих аппарата есть а там допустим через полторы недели через неделю в зависимости с какой частотой вы делаете чистки все равно чаще чем раз в неделю делать нельзя не рекомендуется потому что это будет нарушать гидропидный барьер защитный он будет не успевать устанавливаться просто поэтому мы можем допустим на этой неделе сделать гальваническую чистку а на следующей неделе сделать например чистку ультразвуковую но если мы грамотно о чем я в конце вебинара собиралась говорить если мы грамотно будем подбирать домашний уход не всегда так часто понадобятся аппаратные чистки и вообще даже не обязательно их делать так часто некоторым достаточно вообще раз в месяц какое-то такое глубокое ощущение кожи делать а все остальное время в регулярном уходе используются средства которые будут мягко и не негативная стимуляция будет обновление кожи а позитивное то есть например мы используем ту же самую сыворотку альфа дерм с миндальной кислотой комплексов ахокислоты она будет потихонечку запускать процессы обновления или допустим более возрастной пациент может использовать активный ретинол сыворотку например ретидерм 025 с липосомальным ретинолом и соответственно будет опять-таки кожа обновляться лучше поры будут не так закупориться они будут сужаться и в общем чистка так часто не понадобится вот поэтому домашний уход я считаю это 80% успеха если он грамотно и правильно подобран вот варианты воздействия попробую сейчас ускориться немножко не два с половиной часа как говорится вебинар даже был то вы устанете и потом тоже в записи будет тяжело его слушать так долго но важный момент конечно мы должны все проговорить значит воздействие может быть либо стабильное либо лобильное в косметологии используется только лобильное воздействие то есть мы вводим манипулы не ставим ее на какое-то место и забываем а именно осуществляем какие-то движения движения все осуществляются по массажным линиям с учетом того как расположены наши лимфатические коллатерали вот условно говоря если мы работаем я не буду крышечку снимать вот условно говоря если мы работаем например по наружной поверхности шеи мы можем спиральными движениями то есть сверху вниз работать можем продольными движениями работать если мы работаем в области нижней трети лица у нас все движения должны идти к мочке уха где у нас регионарные лимфоузлы самые крупные находятся и потом спускаться по грудинно-ключично-социевидной мышце в сторону ключицы чтобы у нас как говорится лимфа уходила в грудной проток и в млечную цистерну потом вот соответственно если мы работаем по средней трети лица у нас она дренируется к козелку сюда соответственно опять-таки все движения будут направлены к козелку и потом мы их спускаем вниз то есть механический лимфодренаж еще осуществляем и если мы работаем в верхней трети лица то у нас через височную зону где тоже есть крупные лимфоузлы через козелок куда собственно тоже дренируется лимфа оттекает от лба и опять-таки мы все спускаем вниз то есть у нас идут вот такие направления движений по всему лицу если мы работаем спиральными такими движениями то есть у нас достаточно медленно мы вводим но на одном месте когда не стоим чтобы не было термический фактор чтобы не начал вдруг работать потому что ультразвук может разогреть кожу а это не очень хорошо опять-таки вот это как раз может хрупкость сосудов увеличить нам это не нужно мы наоборот ультразвук зачастую используем тогда когда сосуды уже хрупкие потому что он так не портит как электрический ток не так агрессивно их воздействует так вот если мы вводим спирально то мы закручиваем улыбочку как говорится с этой стороны это будет в одну сторону против щасовой стрелки ну у меня в данном случае с этой стороны по часовой стрелке то есть не вниз чтобы механически не стимулировать депрессором мышцы которые тянут вниз наше лицо а чтобы вверх то есть здесь у нас тоже пойдет вверх ну а на лбу в принципе нам без разницы куда крутить потому что здесь кожа она натянута сама по сиде по лбу удобно работать продольно да но можно и собственно закручивать куда вам удобно вот главное вот здесь вот как бы все-таки леваторы стимулировать к нормотонусу а не депрессоры понятно да вот этот момент ну и всегда каждый там мы сделали допустим несколько движений в сторону лимфоузла и потом можем спустить вниз вот собственно как говорится не сложно по поводу режимов режим может быть импульсный и постоянный как правило для ультразвукового пилинга или воздействия фона форезом на рубцы или элементы посттакт используется постоянный режим то есть ультразвук работает в постоянном режиме то есть более агрессивно идет воздействие и может немножечко разогреть кожу ну или там те же самые капилляры могут расшириться достаточно а импульсный режим он как раз предотвращает вот это вот тепловое воздействие да импульсный режим как раз рекомендуется если есть купероз ну и вообще для всяких вот этих вот эстетических воздействий как правило выбирается такой средний импульсный режим чтобы продемонстрировать я сейчас попробую продемонстрировать что это такое у меня внизу здесь аппарат стоит Т11 вот я поставлю среднюю интенсивность и налью тоник сюда на манипулу и вот смотрите сейчас ноутбук не залью тут видите у меня медленно прыгает ультразвуковая да вот это вот кавитация и быстрей 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 сейчас еще налью у меня уже тут все ушла вот сейчас попробую вот у нас медленно и быстрее 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 видите да может быть это ну не знаю напишите мне видно или не видно то есть подпрыгивает наш тоник сначала с меньшей частотой а теперь практически постоянно вот это уже постоянный режим такой прямо вот так колеблется вот и то есть соответственно если мы будем делать какие-то процедуры особенно при наличии купероза вводить какие-то препараты мы будем ставить импульсный режим то есть частоту вот эту фреквенции мы будем убирать чтобы у нас воздействие было импульсным если мы будем работать с рубцами мы на максимум выкрутим частоту чтобы у нас практически постоянное было воздействие вот едем дальше значит по поводу глубины проникновения вам уже я все рассказала то есть высокая частота это не глубокое проникновение используется по лицу 3 мегагерца а 1 мегагерц сейчас еще по телу используется вот а низкочастотный ультразвук используется для пилинга либо для ультразвуковой кавитации и соответственно он уже не используется для форезов кроме того что ультразвук помогает ввести какие-то активные компоненты он и сам по себе обладает различными свойствами он может и воздействовать на какие-то очаги воспаления то есть он может естественно улучшать кровоток и лимфоток он может улучшать метаболизм клеток то есть они начинают быстрее делиться опять-таки запускаются обновления кожи либо это более глубоко это расположено все то фибробласты дерми например те же самые активизируются начинают вырабатываться коллаген лосин то есть еще и сам ультразвук оказывает достаточно сильное терапевтическое воздействие вот но при такой процедуре как ультрафонофорез или фонофорез сокращенно иногда называют мы конечно задействуем еще и свойства активных компонентов тех препаратов которые мы вводим что важно учитывать обязательно противопоказания потому что любая аппаратная процедура это всегда есть ограничение к ее использованию то есть это всегда все-таки физиотерапия да конечно опять-таки вернуться если к домашнему аппарату у нас где-то лежит на ютубе вебинар который я по-моему в прошлом году проводила именно про домашние аппараты летом мне кажется можно поискать вот тоже нюансы некоторые рассказывала но конечно же да домашнее оборудование оно предполагает минимальной как бы силу воздействия интенсивность физического фактора любого там пусть электрический ток это будет или пусть это будет ультразвук с целью того что если человек будет его как говорится применять либо слишком часто либо ну как-то не по правилам что он в себе все равно минимально навредит хотя все равно может навредить но у аппаратных процедур если особенно мы говорим о профессиональном воздействии есть четкие противопоказания которые надо знать в первую в первую очередь это онкология беременность там мы не можем никаких процедур проводить с эстетической целью да конечно вы можете спросить а как же в онкологии в реабилитации все и применяется в физиотерапии да применяется но в профильном ЛПУ то есть лечебно-профилактическом учреждении по назначению врача и собственно действительно есть физиопроцедуры которые даже в косметологии используются например та же самая пресс-терапия и да она например используется для реабилитации например женщин с лимфостазом после мастектомии когда удалили грудь лимфоузлы регионарные соответственно возникает слоновость руки на пораженной стороне и действительно вот эти вот манжеты пресс-терапии используются но если женщина с онкологией в анамнезо стоящей на учете в онкологическом диспансере придет к вам в кабинет косметология неважно врачебной медсестринской эстетической просто эстетист да и вы что-то делаете да вот то конечно такую пациентку брать на аппаратные воздействия ни в коем случае нельзя это запрещено вот значит острые хронические всякие воспалительные процессы начинают обычно ОРВИ заканчивая герпесом и какими-то каким-то поражением кожи например гнойничковым и прочее тоже аппаратные воздействия особенно контактные да такие нельзя использовать пока человек более-менее не выздоровеет потому что мы ну при поражениях кожи понятно что мы контактными вообще методиками не имеем возможности работать пока там это все не заживет а если же мы имеем человека с каким-то воспалительным процессом с температурой там пришел например к нам на прием да и мы сделаем еще нагрузочную какую-то физиопроцедуру то его организм вместо того чтобы работать заниматься борьбой с инфекцией будет реагировать на нашу вот эту процедуру и мы вместо того чтобы получить реакцию адаптации организма к чему собственно мы стремимся делая какие-то физиотерапевтические процедуры мы получим срыв адаптации то есть у него что общее состояние ухудшится эффекта нужно мы не получим то есть никогда не берем в состоянии какого-то заболевания человека проблемы с сосудами такие серьезные как остеотромбофлебит например тоже не надо да особенно если мы работаем с телом да там может например тромб оторваться вот заболевания крови инфекционные заболевания такие тяжелые а-ля там открытой формы туберкулез это все тоже является противопоказанием хронические заболевания в стадии декомпенсации то есть тяжелые патологии о которых как правило пациент знает и вряд ли от вас утаит то есть аритмии гипертония второй-третьей степени то есть какие-то проблемы с щитовидной железой с надпочечником гипертириоз хронические дерматозы в стадии обострения ну такие как псориаз и прочее соответственно ну уже какие-то такие системные процессы а-ля там кохексия истощения ну она как правило бывает связана с серьезными заболеваниями заболевания центральной нервной системы в том числе истерия эпилепсия кроме того металлические предметы в области воздействия да то есть металл например при воздействии постоянным током да когда мы делаем ионо форес ну какие-то вот эти вот воздействия электрическим током там вообще металл конечно мы весь из себя снимаем да и так далее и конечно же дентальные импланты являются противопоказанием ультразвука меньше вот таких вот как бы противопоказаний но если у вас то есть если у вас стоит дентальный имплант он не расшатается и не выпадет если вы допустим делаете фоно-форес особенно если вы работаете на 3-мегагерцовом ультразвуке но если вы работаете на ультразвуке глубокого проникновение например 1 мегагерц и у вас будет например какая-то конструкция остеосинтеза стоять на том месте где вы воздействуете вот то вы можете конечно этим навредить то есть металл нам не нужен ну а в лице такое тоже может быть потому что человек мог допустим попасть в аварию ему там нижнюю челюсть собрали на каких-нибудь там титановых штифтах или металлических не обязательно титановых вот и собственно тогда ему уже противопоказано будет делать на лице процедулю литозвуковые вот ну гипертермия это я отношу к острым хроническим гнойно-оспалительным процессам и всяким заболеваниям типа ОРВИ и так далее то есть лихорадка она понятно может быть и неясной теологией но любая лихорадка это уже противопоказание к использованию аппарата вот и по безопасности еще естественно не нужно направлять излучателю на паренхоматозные органы ну так как мы имеем дело с лицом шеи и декольте то здесь у нас щитовидка является этим органом обычный утрозвук не использовать на костных выступах и суставах то есть здесь у нас на лице височно-нижнечелесной сустав является таковым да но мы собственно в области него особенно-то и не работаем вот для самого специалиста который проводит процедуру конечно если вы проводите очень часто и у вас много пациентов в день да естественно лучше конечно бы защитить руки от вибраций которая все-таки передается с любой манипулы ну незначительно но передается вот и для этого нам нужно вспомнить что воздух не проводит ультразвук и соответственно чтобы вот эти вот какие-то колебания не проникли собственно в руку самого человека который делает процедуру достаточно надеть каких-нибудь там вязаные перчатки да или там какую-нибудь рабочую перчатку в которой волокна достаточно рыхлые расположены и они как раз создадут эту воздушную прослойку вот и собственно не допускать неравномерного прилегания манипулы ну просто потому что если неравномерно прилегают или гель подсох то ультразвук у нас не пойдет туда куда мы его направляем соответственно вот мы переходим к протоколам вот значит основной если вопросы какие-то вдруг у вас остались по самой технике по собственно физике физиологии процесса то пишите вот базовый протокол я считаю что базовый протокол это просто протокол в который в принципе можно подставить при желании любой препарат в зависимости от показаний то есть хотим мы работать с обезвоженной кожей мы возьмем гель-коцентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой наш любимый хит продаж можно сказать у гельтека уже много лет потому что качественная фармакопейная гиалуроновая кислота низкомолекулярная от чешского производителя используется и все за это очень любят наш низкомолекулярный гель-концентрат и в общем-то это золотой стандарт любого фореза то есть не обязательно ультрафон фореза для электропорации для лазерной терапии применяется и прочее вот а также можем другие активные препараты вводить например атоничная тусклая кожа с каким-то проявлением купероза или там может быть какой-то начинающейся розации значит мы гель для сухой нормальной кожи нео возьмем с кучей анатоников составит с липосомальным дегидрокверситином если это допустим кожа с элементами постакна с какой-нибудь пигментацией можем гель пектиновый взять если это допустим кожа аллергичная какая-то такая а процедуру надо сделать по каким-то причинам и мы не можем большое количество активных компонентов сразу пытаться ввести то можем взять гель который предназначен для чувствительной кожи с более лаконичным составом гель увлажняющий плюс который только гиалуронку алоэ и фукагей биосахаридную смолу пребиотик содержит в общем вот так вот подбираем препарат но любая процедура всегда начинается с очищения то есть мы можем взять гель очищающий или лосьон очищающий в конце концов лосьон это просто мицеллярная вода чаще всего мылящиеся средства используются но лучше всего использовать конечно щадящие почему все любят например наш очищающий гель гель потому что он не содержит лоурет лориусульфата ну кто с нами давно уже понятно что его используют уже это не новый наш препарат скажем так и он на кокоглюкозиде то есть на мягком поверхностноактивном веществе который в общем-то можно использовать хоть с нуля лет да то есть поэтому наш гель очищающий зачастую покупают уже все время смеюсь на это те его молодые мамы наверное больше чем косметологи его берут чтобы детка маленьких мыть глаза не щипят как говорится и кожу не сушат вот сейчас у нас вышли еще очищающие средства интересные кстати самый новый вышел у нас пенка была у нас алоэ вера все ее тоже очень полюбили за ее вкусный аромат такой и вот эту текстуру пенки которая собственно не превращается сразу в воду на лице как вот у многих производителей и вот этих вот очищающих средств пенообразователям вот эта пенка она сразу раз и расплылась под руками а здесь очень приятно тактильно она хорошо смывает макияж тоже не содержит лориусульфата это вот пеночка мусс очищающая с алоэ вера серии хомкера точно такой же по формату с этим дозатором с пенообразователем мусс с витамином С то есть он немножечко по составу отличается запах такой цитруса у него у алоэ вера у него у пеночки такой сладковатый кто любит вкусные такие гастрономические запахи а с витамином С у пеночки у мусса у него такой цитрусовый кто любит свеженький аромат ну то есть можно его использовать хоть это и средство для домашнего ухода вроде бы как но почему бы не использовать все в кабинете если пациенты любят например вот этот вот элемент такой удовольствия от вкусного запаха потому что у нас вообще в гильтеке очень мало мы используем одушек потому что гипоаллергенная косметика профессиональная косметика рассчитана на людей у которых априори могут быть изначально какие-то проблемы с кожей и естественно мы используем только гипоаллергенные проверенные одушечки поэтому у нас либо их вообще нет средства ничем не пахнут либо они ну так чем-то прям совсем вкусным не пахнут а вот очищающие средства как раз муссы да они имеют одушечку такую очень приятную она тоже гипоаллергенная но в отличие от многих других средств гильтек она еще и вкусно пахнет очистили кожу и дальше мы делаем как правило глубокое очищение чтобы убрать гиперкератоз чтобы соответственно у нас активные компоненты глубоко проникли в кожу для этого мы можем сделать либо ультразаковый пилинг тот же самый да для этого мы можем нанести гель дезинкрустирующий под пленку на 15 минут и потом постепенно убирая пленочку с участков кожи добавляя лосьон дезинкрустирующий либо тоник например для жирной кожи хорошо для этого работать лопаточкой счищать вот этот вот роговевший слой и соответственно мы когда проводим дезинкрустацию да мы сначала прямо этой лопаткой гель вместе с такими помутневшими он такой становится под воздействием ультразвука там вот эти вот роговевшие чешуйки да в нем фактически как суспензия потом мы просто лосьон наносим и по лосьону уже проходимся еще раз лосьон наносим и проходимся уже по лосьону то есть один участок мы в среднем обрабатываем 3 раза я не буду подробно об этом на этом останавливаться вы можете на нашем канале ютуб посмотреть видео процедуры я выкладывала вот и там очень приятно Юля ничего страшного будет в записи через несколько дней там ну или как смогут выложить наши администраторы и можно будет посмотреть на нашем канале так вот там же на канале у нас лежит во влоге ультразвуковой пилинг именно как этап процедуры я просто показываю как его делать на пациентке и соответственно можно просто посмотреть как это все правильно делать почистили ультразвуком либо если мы не хотим использовать и ультразвуковой пилинг и фонофорез в одной процедуре хотя мы можем это делать потому что это ну как бы ультрафонофорез он идет как нагрузочная процедура а ультразвуковой пилинг он всего лишь там 5-7 минут длится и идет как вспомогательное воздействие и в принципе мы можем или допустим у нас нет ультразвукового скрабера мы можем использовать легкий химический такой пилинг берем энзимную пектиновую маску тоже многие знают что это один из моих любимых препаратов и либо как холодное распаривание классическое под пленочкой ее держим 15 минут потом ну такую салфеточку смываем либо мы делаем массаж увлажненными руками как раз на этом этапе мы можем уже продренировать лимфоузлы регионарные можем уже и ручками добавить как говорится эффекта и улучшить кровоток и лимфодренаж сделать некий увлажняем ручки и делаем массаж в перчатках разумеется и дальше мы смываем уже остатки геля через 10-15 минут такого массажа соответственно чистой водой уже тонизируем обязательно кожу чтобы восстановить паш нормальный да то есть и собственно дальше уже кожа у нас готова для того чтобы нам ввести что-то активное и тут мы уже по проблеме подбираем да что нам нужно ввести как правило средний расход геля на процедуру около 5 миллилитров у сывороток немножко поменьше но мы поверх сывороток чаще всего какой-нибудь простой гель кладем там например увлажняющий плюс или гель озрелой кожи формула 1 для того чтобы не было перерасхода более дорогой как правило сыворотки концентрированной то есть мы как правило сыворотку наносим один раз да потом более толстым слоем например какой-нибудь гель и собственно получается достаточно выгодно то есть эффект хороший да и сыворотку мы много не используем при этом вот и остатки сыворотки мы можем перед собой пациенту дать если она например в ампулах да как у нас раньше были ну а если она во флакончике соответственно можем еще под финальный крем нанести еще какую-то часть сыворотки или какую-нибудь другую например соответственно остатки препарата после фонофореза фонофорез мы делаем максимум 15 минут вот как я уже говорила по массажным линиям по ходу лимфатических коллекторов и через 15 минут когда мы все уже ввели мы можем остатки препарата снять в влажной салфеточке или там впитать в кожу если это хорошо впитывающийся гель кстати наши гели они в отличие от многих других средств таких аналогичных они хорошо впитываются потому что они все могут использоваться в домашнем уходе вообще без всяких аппаратов как сыворотки например да поэтому зачастую нам даже не надо ничего снимать там может избыток какой-нибудь взять снять и остальное впитать в кожу и дальше мы можем например или на остатки геля положить маску с элементами окклюзии или мы можем то есть альгинат коллагеновый лист и так далее вот или мы можем наоборот снять влажные салфетки и остатки геля нанести более активные какие-то концентраты послойно или зонально там например миорелакс с пептидом миорелаксантом на зоны где есть повышенный гипертонус мимических мышц то есть там лоб межброви переносится вокруг глаз допустим на все лицо там особенно на вот эту зону нести сыр актив лифтинг который дает эффект подтяжки кожи то есть можем антикуперозный гель локально нести и соответственно можем дальше закрыть уже какой-то окклюзионной маской либо можем сделать восстанавливающую маску мою любимую которую тоже не буду подробно на этом останавливаться но у нас есть в гельтеке два препарата гель для сухой нормальной кожи нео в серии гидротейшн и соответственно лосьон концентрат нео представляющий собой просто концентрированный раствор венотоников или пасомальный дегидрокорицитин в 10% концентрации вот то есть это активный концентрат и соответственно мы кладем гель потом пропитываем вот такую вот масочку лосьоном под сухое полотенечко как компресс на 15-20 минут и получаем фарфоровое лицо то есть фарфоровую кожу вот если у нас многие тут есть кто уже у нас давно можете даже написать как вы делаете такую маску нравится ли вам ага спасибо Юля прочитала отлично да то есть значит мы с вами на улице Тимошенко встречались на семинарах очень хорошо вот соответственно понятно да маску какую-то сделали да и дальше нам остается только нанести финальное средство можем крем увлажняющий с небольшим SPF там с SPF 10 там летом можем в принципе и SPF 50 использовать мультипротектор тоже у нас очень классный SPF кому это актуально да например сейчас после пилингов каких-то а летом вообще просто для защиты кожи у нас с прошлого года он выпускается мультипротектор и он хорош тем кто еще не знает тем что он не выбеливает кожу он oil free текстуры то есть особенно если жирно комбинированная кожа очень сложно найти SPF нормальный который не будет кожу жирнить и поры забивать вот это как раз тот тот препарат который это может и соответственно он не дает вот этого жирного блеска как большинство средств высокой степени защиты и вот как раз хорошо подходит для жирно комбинированной кожи но опять-таки его конечно можно при всех типах кожи использовать то есть ничего плохого не будет если он будет пациентом с сухой кожей использовать вот просто для пациента с сухой кожей это не так критично его там к текстуру oil free как для пациента с кожей жирной вот ну и соответственно про курс процедур это мы уже проговорили если это проблемная кожа вот тут тоже соответственно моя пациентка с ее согласия вот на фотографии и собственно мы тут чистку делаем соответственно у нас происходит макияж у нас происходит потом холодное распаривание то есть мы используем если мы ультразвуковой пилинг используем обязательно гель цинкрустирующий под пленку потом мы собственно осуществляем сам ультразвуковой пилинг вот кстати вот в предыдущем протоколе маску я упоминала тоже у нас влог есть называется процедура супер увлажнения там прям процедура такая экспресс без всяких аппаратов выложена и там вот в конце где-то на 20 минуте я как раз показываю как-то маску делать из геля для сухой нормальной кожи а у лосьона концентрата можно посмотреть кто не видел вот и вдохновиться соответственно значит делаем ультразвуковой пилинг после этого смываем все остатки естественно вот этих вот очищающих средств мертвых кератиноцитов отшелушенных и производим какое-то дополнительное очищение пор может быть где нужно и делаем глиняную маску но если мы планируем делать чистку не отравматичную а прям комплексную то есть мануальным этапом то тогда мы будем делать все зонально то есть мы ультразвуком почистили лоб условно говоря смыли там спонжиком или салфеточкой остатки этих веществ потом взяли как говорится ручками поработали как нужно ложкой уна все что нужно удалили допустим болтушечкой удаленные пустолы прижгли ну то есть подсушили нанесли локально и только потом когда мы вот салбом перезакончили переходим уже на следующий участок его значит обрабатываем сначала вот разлуком смываем руками там все что положено сделали комедоны выдавили вот убрали насколько это возможно и только потом переходим на следующий участок потому что если мы сразу все снимем пленку с лица нам будет потом тяжело что-то вычтить потому что пока мы доберемся до подбородка там уже все поры сузятся эпидермис подсохнет мы уже ничего там не уберем понятно вот этот момент вот соответственно если это полностью отравматичная чистка то мы просто делаем сначала ультразвуковой пилинг или там какой-то химический вариант его и делаем глиняную маску а затем делаем вот эту вот успокаивающую маску лучше всего делать которую я говорила про предыдущий протокол и который у нас в методичке шаг за шагом который можно скачать на сайте в разделе полезные материалы есть вот как раз после чистки тоже хорошо ее делать потому что тогда пациент от вас уходит с успокоенной кожи соответственно понятно то есть очищаем глубокое очищение какие-то элементы мануальной чистки возможно в конце процедуры мы можем нанести либо сыворотку стопа акнеса злоиновой кислотой если воспалительных элементов достаточно было много либо просто нанести сыворотку альфа дерм с миндальной кислотой ахокислотами которая предотвратит потом какие-то может быть после чистки которые могут возникнуть воспаления она вот это вот предотвратит даже если человек будет там немножко нарушать гигиену после нашей процедуры что бывает и после того как мы нанесли финальное средство уже мы можем по дарсонвалить либо по антисептической пудре либо просто по впитавшейся уже сыворотке ну то есть когда уже кожа сухая дарсонвализация она проводится по сухой коже если какой-то пустулезный элемент мы удаляли осталась раночка микротравма мы дистантным методом прижигаем дарсонвалим его то есть чтобы искровый разряд проскочил а если у нас просто как говорится мы выдавливаем комедоны повреждений кожи мало мы можем просто контактным методом 3-5 минут обработать дарсонвалим по сухой коже и на этом завершить процедуру иногда вот например очень часто спрашивают а всегда ли например антисептическую пудру или что-то используют перед дарсонвализацией нет не обязательно потому что иногда бывают такие ну поры атоничные крупные у меня недавно даже такой какой-то вопрос был похожий прилетел откуда-то с маркетплейсов мне переслали его вот действительно бывает что пудра или тальк не нужна потому что если поры зияют еще после чистки они не успели нормально сузиться они изначально такие атоничные особенно это бывает в возрасте когда уже 40 плюс хотя бывает и у достаточно молодых атоничные крупные поры при жирной коже при например густой сибары они растянутые эта пудра просто провалится будет не очень эстетично поэтому лучше вообще без пудры тогда обойтись это такой лайфхак значит процедура если атоничная кожа усталый морфотип вот здесь как раз в фотографии я показываю как вот эту успокаивающую масочку делать но лучше видео конечно посмотреть на эту тему процедуры супер увлажнения значит здесь тоже самое алгоритм то есть очищение глубокое очищение как правило хорошо если вы делаете антиэйдж процедуру или какие-то глубокое увлажнение процедуры начинать с массажа пензимной маски то есть как этап глубокого очищения то есть не холодное распаривание под пленку а именно вот чтобы этап массажа был потому что вы двух зайцев убиваете то есть у вас и пациент релаксирует и лимфодренаж вы делаете то есть вы в принципе можете за 15 минут успеть довольно-таки полноценный массаж сделать вот и соответственно потом вы уже одновременно готовите кожу к процедуре то есть вы после этого смываете антизимную маску например тонизируете кожу ну желательно каким-то активным тоником например лосьонным концентратом нео можно воспользоваться им как тоником и его же кстати можно если пациент там сатаничной тусклой кожи или возрастной 35-40 плюс да ну зрелый возрастным 35 лет сложно назвать для меня это вообще молоденькая девчонка 35 лет будет у меня пациент вот и естественно ну просто уже считается кожа зрелая да там уже можно в качестве тоника не просто какие-нибудь экстрактики использовать а уже какие-то хорошие концентрированные штуки вот я люблю например лосьон концентрат нео за то что он оживляется от лица очень хорошо успокаивает то есть и использую его дома да несмотря на то что это в общем-то профессиональный аппарат просто у него препарат просто у него жидкая текстура и очень хороший концентрированный состав так вот протерли кожу да подготовили ее и дальше мы наносим активные сыворотки например какие-то да можем нанести на места с гиперсонусом мимических мышц сыворотками релакс пептидом маргарелином 7% на все лицо можем нанести или гель антивозрастной нео или например гель тонизирующий и после этого уже сделать фонофорез 10-15 минут соответственно потом мы делаем вот эту успокаивающую маску либо на остатки геля альгинат можем положить тоже неплохой эффект будет и после этого уже финальное средство в качестве финала для тоничной тусклой кожи особенно если у нас склоны к сухости или нормально то есть не очень жирная очень хорошо использовать антиоксидантный коктейль витаматрикс не все еще про эту новинку нашу знают правда в прошлом году вышел если даже не раньше вот витаматрикс он чем хорош на самом деле это не сыворотка хоть он называется коктейль а то полноценный крем вот и он помимо антиоксидантов витаминов А, С, Е он еще и такую декоративную функцию немножко выполняет у него есть светоотражающие частички барон нитрит там такой компонент он придает такое сияние коже и в принципе вот когда кожа изначально тоничная тусклая мы ее оживили мы убрали гиперкилотоз еще вот в конце вот это средство нанесли то вообще замечательный получается вид кожа прям такая ухоженная сияющая и заодно можно использовать в области вокруг глаз если особенно дрибловатая кожа там такая как бы крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга она и кофеин содержит и полулан то есть кофеин отчетчность убирает улучшает кровоток полулан подтягивает немножко и самый основной там компонент да, да, Татьяна спасибо и у меня тоже на самом деле это хит такой очень универсальный вариант быстро оживить кожу особенно выход когда нужно предсказать мероприятием пациенту вот и крем-сыворотка для век еще содержит пептид матриксил морфомикс это такой один из самых продвинутых пептидов матрикинов который укрепляет кожу конечно пептид он от одной процедуры работать не будет накопитель он естественно создаст какой-то эффект но его нужно естественно дома уже применять недели 3-4 тогда будет эффект уже прям ощутимый вообще любые пептидные препараты которые вы применяете конечно нужно иметь время для того чтобы накопительный эффект развился у нас кстати скоро выйдет с 5 пептидами совершенно уникальная штука ну я не знаю насколько она уникальна но по крайней мере на этапы клинических испытаний все у нас просто пищали от восторга то есть там будет 2 миролаксант в составе там будет ремодулирующий сигнальный пептид пептид меди там будет релистаз там будет аргидлинлевофасил это миролаксант там будет в составе матриксил тоже морфомикс в больших концентрациях то есть там в общем и целом будет больше 20% там 21 или около того самих пептидов и плюс еще там дополнительные компоненты тоже интересные то есть когда выйдет имейте ввиду ну пока ее еще нету она сейчас просто уже ее зарегистрировали и должны вот-вот выпустить и скоро еще у нас совершенно офигительный тональник выйдет это я так уже делюсь какими-то тайнами вот нашего производства с полупрозрачным таким подстраивающимся адаптирующимся под тон кожей эффектом тоже ждите когда выйдет попробуйте обязательно с пф-30 очень классный и тоже с эффектом сияния вот им кстати можно закрывать эти процедуры будет так же как витаматриксом когда нужен еще из пф и плюс он еще тонирует легко полупрозрачно он не замазывает то есть как бы а именно вот такой полупрозрачный тон адаптирующийся к большинству как говорится вот таких да мы долго ждали мы его я не знаю сколько вообще два года наверное разрабатывали браковали браковали чтобы он прям вау получился и вот наконец он получился вот весной его ну вот уже пустили на уже заключительный этап тестирования сейчас его оттестировали зарегистрировали тоже почти уже ждем в общем вообще ждем я пользуюсь постоянно тестовым образцом вот уже год практически с начала пандемии как у нас этот удачный образец уже вышел я уже вот им только и пользуюсь в качестве тональника а мне очень сложно подобрать тональник это моя боль вот я вообще таким как макияжем неактивным не пользуюсь и мне нужно чтобы именно прозрачненький был чтобы незаметно было ну в общем короче вот поделилась с вами секретами значит рубцы то что обещала да ультрафонов арес области рубца и также и постакна потому что постакна они тоже может быть рубчиками может быть просто пигментирование не застойное пятно такое наполовину сосудистое но в принципе работа с ними ну мало чем отличается от работы с рубцами понятно что гипотрофические рубцы мы вообще ничего с ними сделать как правило не можем только шлифовать фонофорес обычно используется если это гипертрофические то есть выступающие над кожей рубцы ну и чем свежее рубец тем лучше результат конечно что старые рубцы которым уже там больше полугода с ними сложно что-то сделать то же самое кожа очищается сначала в два этапа или хотя бы один параметр ультразвука вот здесь когда мы воздействуем на рубцы идет ближе к максимальному то есть 0,6-0,8 ватт на квадратный сантиметр но мы не работаем по всему лицу у нас где-то есть пара рубцов мы их обрабатываем режим ставится непрерывный то есть импульсы вот эти вот они постоянно идут но методика лобильная то есть мы не держим на одном месте чтобы не разогреть то есть мы как бы вводим манипулы по коже 10 процедур ежедневных или через день работаем как правило по контрактубиксу если нет на него аллергии там все-таки лук находится у кого-то может аллергия на него быть но если нет то можем работать да вижу вопрос сейчас подскажу вот и соответственно 3 минутки в среднем на рубец то есть мы можем так как мы больше 15 минут работать не можем соответственно либо мы 5 рубцов либо там если крупные там 3 рубца по 5 минут можем обработать если это постакны условно говоря на щеках на нижней поверхности то мы просто можем за один раз обработать допустим 2 ну максимум 4 участка кожи участка да который величина с ладошечку ладошка у нас 150 сантиметров квадратных но не более опять-таки 15 минут вот и соответственно дальше мы завершающие средства уже на все лицо естественно наносим потому что умывали мы все лицо и тонизировали все лицо вот и кстати проникновению опять-таки вот этого активного вещества и самого ультразвука способствует тоже ахокислоты поэтому мы в качестве тоника в данном случае можем использовать например освежающий тоник с ахокислотами с нашим комплексом ахокислот вот и после того как мы процедуру сделали мы наносим сыворотку тоже желательно с теми компонентами которые будут ускорять обновление кожи или допустим осветлять ее это сыворотка альфа-дерм с миндальной кислотой и другими ахокислотами или вот новинка наша которую мы тоже очень-очень ждали это Brighton & Skin вот это сыворотка в которой самый наверное можно сказать квинтэссенция из отбеливающих компонентов высокоэффективных то есть там коевая кислота в виде депальмитата там пептид находится меланостатин там находится молекулярный компонент такой достаточно современный отбеливающий хромобрайт там находятся различные так сказать компоненты которые будут убирать пигментацию именно поверхностную понятно что на нормальную глубокую пигментацию мы вряд ли сможем воздействовать но Brighton & Skin он очень хорошо осветляет у нас на клинических испытаниях опять-таки были просто такие вау-эффекты у меня у самой была пациентка с мелазмой после беременности которая еще усугубилась летним воздействием солнца и собственно у нее неделю-полторы где-то она применяла ее ежедневно у нее вообще совершенно другое лицо стало то есть там там были конкретно такие пигментируя пятна весь лоб вся латеральная поверхность лица и она сама удивилась присылала мне фотографии так с интервалом неделя 2 и 3 и в общем на третью неделю фактически пигментация была ну очень слабо заметна осветлился тон просто феноменально то есть тоже если есть проблема с поверхностной пигментацией вот не с какими-то пятнами которые по 10 лет у вас да дермальные скорее всего а именно вот такой поверхностный то как раз братьный скин можно использовать ежевечерний например да ее в принципе можно и в первой половине дня наносить только желательно тогда под SPF какой-то и соответственно вот как раз можно когда постакны тоже ее использовать как вариант вот значит вопрос что можно использовать как закрытие процедуры меза инъекции вместо трумеля ну смотрите трумеля подобный то есть эффект воздействия на синяки и сосуды конечно же антикуперозный гель будет оказывать да другое дело что закрывать процедуру если кожа допустим сильно повреждена к примеру да ну то есть у пациента плохо заживает там что-то или как-то ну хочется простимулировать вообще регенерацию то тогда конечно гель интенсив регенерацию еще как вариант можно взять потому что гель интенсив регенерация это ну совершенно феноменальное заживление как у нас многие называют наш этот препарат слеза единорога в соцсетях там такое витает название он заживляет всякие повреждения ссадины там ожоги может такие неглубокие которые не требуют хирургического вмешательства какого-то заживляет буквально заживляет ну то есть вколы затягиваются и так в течение 60 минут то есть часа ну то есть особо там как-то стимулировать регенерацию эпитролизацию ну особо смысла нет поэтому в принципе можно использовать и антикуперозный гель венотоники содержит еще гель сухой нормальной кожи нео как правило если это уже солнечное время все-таки используются СПФ какие-то варианты чтобы после процедуры ну просто после меза как правило делится стерильную маску там на 30 минут и за это время уже все затягивается то есть у вас ну нет уже ограничения что потом использовать а синяки как бы синяки это да или регенерация или тот же самый троумель как вариант вот главное кремовые вот не использовать текстуры они не очень хороши вот касать ага Нескин что-то я не поняла вопрос может быть Нюскин аппарат домашний вы имеете ввиду напишите Аида что вы имеете не совсем поняла вопрос потому что у вас Т9 там за вас что-то написала вот тогда отвечу и сейчас мы тогда чуть дальше двинемся то что я обещала уже под конец потому что мы уже долго разговариваем про домашний уход я 4 протокола таких прям конкретных подготовила для домашнего ухода то есть это обезвоженная кожа со склонностью к куперозу и больше такой сухой нормальный тип это кожа с пигментацией особенно возрастная то есть когда собственно это актуально чаще всего это жирно-комбинированная кожа с склонностью воспаления и чувствительная кожа с нарушением барьерной функции так вот в домашний уход очень хорошо работают следующие варианты то есть если это обезвоженная кожа возрастная то мы будем и антивозрастные какие-то компоненты использовать и уровень увлажненности поднимать и собственно будем с сосудами работать потому что склонность к куперозу например и выберем очищение естественно щадящее но тут можно любой препарат гильтег брать щадящий потому что они все щадящие у нас ни в одном препарате ни в муссах ни в геле нету ни лауретсульфата ни лаурилсульфата то есть какая текстура больше нравится нравится мусс с пенообразователем значит берем мусс по запаху еще можно различать более сладенький с алоэ и более кисленький такой с цитрусовым с витамином С свеженький новый гель очищающая это уже универсальная вещь в которой можно как говорится из глаз смывать макияж из лица и он достаточно экономичный это гель то есть всегда учим пациентов особенно сухой безвоженной кожи наносить на влажную кожу очищающие средства размыли в предварительном ладошках да ну мусс понятно его не надо размылить потому что он уже с пенообразователем а гель надо размылить и потом нанести потому что очень часто бывает прям на сухую кожу мыло кладут и потом им стягивают вот на самом деле это неправильно значит обязательно тоник в случае возрастной кожи беспроигрышным вариантом будет лосьон концентрат нео но в случаях с пигментацией можно комбинировать еще с ахокислотами вот и соответственно да спасибо Виктория у меня тоже гелем этим вся семья умывается но мы сейчас еще пенку очень полюбили эту сладенькую с алоэ вера вот прям очень нравится именно чисто органолептически вот тоник лосьон концентрат нео берем если склонность к куперозу да потому что там сосуде укрепляющие компоненты тоже есть потом наносим активные сыворотки в данном случае мы будем использовать для увлажнения кожи интенсив омоложение это такой тоже хит гельтековский с ультрамолекулярной гиалуроновой кислотой а против пигментации смотрите это новое у нас новый препарат называется brightening skin то есть освещающая сыворотка вы прям заходите в новинки она из серии whitening естественно отбеливающей серии не интенсив и не селектив а whitening там же где охотоник у нас находится в этой серии вот но вы можете просто ткнуть в новинки да и сразу она вам в первых же выйдет то есть у нас сейчас новый какой-то интерфейс более какой-то удобный на сайте переделали его вот и там прям новинки тыкайте в каталоге косметической продукции и она там буквально там третья четвертая по счету вот очень классная вещь вот и либо сразу серии whitening можно искать значит активные концентраты это либо активно увлажняющие наносим на все лицо либо можно актив лифтинг на все лицо нанести ну в зависимости что превалирует да в жалобах либо это обезвоженность кожи чувствуете аннутости какой-то ну то есть признаки обезвоженности там какое-то шелушение либо это лифтинга хочется да то есть деформационный тип старения ну или даже мелкоморщинистый все равно лифтинг хорошо сыворотка актив лифтинг с кофеином полуаном дает особенно если отечность постозность такая присутствует вот и плюс под эти сыворотки еще хорошо бы на места с мимическими машинками втереть в как бы впитать хорошенечко сыворотку Мерилакс с 7% маргарином то есть это соответственно лоб межброви переносится и вокруг глаз вот утром мы поверх сывороток активных наносим увлажняющие средства это будет в данном случае либо увлажняющий крем с ПФ10 либо это антиоксидантный коктейль Витаматрикс который со светоотражаечками вот вечером мы уже будем работать с сосудами и будем наносить антикуперозный гель соответственно со всеми венотониками возможными и с никотиновой кислотой но используя антикуперозный гель надо начинать всегда с пробничкой для того чтобы оценить свою вообще реактивность кожи по отношению к никотиновой кислоте потому что там никотиновой кислоты мало она действительно как бы в таком безопасном для сосудов режиме работает как раз чтобы подстегнуть тонус но у некоторых людей повышена чувствительность никотиновой кислоте и там например из тысячи человек может быть 50 или 10 они среагируют покраснениями на эту никотиновую кислоту им будет некомфортно применять антикуперозный гель тогда можно с более мягкими венотониками с арникой с плющом взять гель сухой нормальной кожи неу использовать его но есть такая хитрость на самом деле у многих у кого антикуперозный гель поначалу вызывал какие-то локальные прокраснения они к слову сказать достаточно быстро проходят поэтому если его на ночь применять например к утру то точно все пройдет они буквально меньше часа иной раз проходит уже ничего не краснеть но вот эти упорные люди которые применяли его все равно несмотря на покраснение и как бы заметили что многие очень заметили что спустя пару недель применения уже нету этих покраснений нет покраснений после нанесения а вот как раз склонность к покраснениям уменьшается потому что сосуды укрепляются поэтому можно и так делать единственное надо понять действительно это чувствительность к никотиновой кислоте или аллергия потому что аллергия это как правило прям крапивница зуд чешется и распространяется вот это вот покраснение за зону нанесения препарата а при чувствительности к никотиновой кислоте там уже где намазали как говорится там и краснеют такими просто пятнышками вот кто когда-нибудь колол себе внутримышечную внутривенную никотиновую кислоту вот наподобие таких по поводу псориаза да скажу на самом деле если сухой то есть лихинификация да идет то можно наш церамидский сейвер использовать новый вот этот вот который от мороза от перепадов температур который вот после после каких-то да манипуляций когда нужно корочки смягчать когда там четвертый-пятый день после пилинга на регенерацию наносить вот и да можно наносить вот этот крем ну это не крем гель он называется но тоже название очень сложно подобрать потому что это безводная текстура на липидах и низкомолекулярных силиконах вот и с церамидами с бисобололом с фитостеролами то есть очень классная тоже штучка которую вы наносите сначала она кажется маслянистой а потом буквально через пару минут она мотовеет то есть улетучивается циклопентасилоксан да он не как эмульсия он прозрачный он прозрачный и собственно как такой маслянистый гель и он очень хорошо смягчает кожу то есть его в принципе у нас пациента с атопическим дерматитом тестировали в том числе вот и очень он как раз в этом плане подошел конечно при атопическом дерматите при псориазе все эмаленты которые наносятся конечно это методом пробы ошибок подбирается но здесь суть в чем да ну при псориазе если на лице какие-то элементы да или при дерматите существует ограничение в чем потому что все эмаленты стандартные да которые содержат парафин воск и так далее им поры забивают да их на лице ну невозможно использовать практически потому что одно лечим другое калечим вот и тут как раз он помощник другое дело что если большая поверхность на теле то просто ну очень дорого будет его использовать потому что он в маленьких флакончиках ну стоит он как сыворотка там в районе там тысячи чем-то рублей ну в розницу да для косметологов чуть поменьше конечно вот но сам факт что кстати я в конце а вот лицо лоб как раз можно попробовать да потому что как раз вот для лица его и у нас отопики и брали потому что тестировали потому что очень сложные эмаленты использовать на лице который с парафином с воском там с ланолином и ой и все это забивает поры то есть да действительно кожа смягчает а вот прыщи потом вылезают вот а у него нет такого побочного эффекта можно попробовать называется гель царамит скинсейвер тоже ищите в новинках вот соответственно или в серии селектив и собственно он такой достаточно в принципе для лица он достаточно бюджетный получится потому что не очень маленький расход там буквально капельки на все лицо хватает да быстро прочитали кстати про промокоды не забудьте если вы позже подсоединились я там вначале говорила промокоды сейчас в конце опять их скажу потому что я тут узнала одну важную вещь что наш промокод который после вебинара на неделю скидку дает он суммируется с тем который у нас после карантина действует поэтому можно вообще почти 25% скидки получить значит прежде чем заказывать смотрите сейчас мы быстренько уже закончим то есть венотоники вечером как правило используем да а утром что-то такое для сияния кожи для улучшения борьбы с свободно радикалами вот при таком варианте плюс интенсивный уход это энзимная маска и маска акваудовольствия последовательно да сначала очищаем кожу глубоко энзимной маской можно сам массаж по ней сделать можно под пленку положить ну и соответственно потом на 20 минут толстым слоем акваудовольствия всегда толстым слоем наносим да чтобы помним да пэтч должна лежать на лице можно прям под нижний край ресниц прям наносить достаточно близко к глазам вот и ее хорошо еще в холодильнике держать то есть она холодненькая чуть-чуть была ну на полочке естественно не замораживать вот ну либо при комнатной температуре просто например когда сильно выраженный купероз тоже перепады температур не очень хороши поэтому лучше при комнатной держать если не сильно выраженный нет купероза тогда можно из холодильника вот это как раз когда отечность беспокоит тогда вот хорошо холодненькую например нанести И потом уже, соответственно, если такое глубокое очищение и потом увлажнение сделали, дальше уже наносим привычный свой уход, или вечерний, или в зависимости от того, когда мы это делаем. Ну и, соответственно, в протокол можно добавить с домашнего ухода крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга, я о ней уже говорила, то есть наносить ее на зону вокруг глаз. Еще один лайфхак такой есть, например, если кожа жирная или комбинированная, крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга можно наносить вообще на все лицо и шею, как ночной крем, например, легкий. Потому что спа-апельсин наш, который питательный, чаще всего как ночной используют из серии антиэйдж, он плотноватый для жирной и комбинированной кожи. А вот этот вот, он прям легкий и тоже укрепляет кожу везде, где мы его нанесем. А так как он продается не как привычные средства для век, да, в пятнашечках каких-то маленьких, а в нормальном 30-миллилитровом флаконе стоит, как обычная сыворотка или там крем наш, да, то его прекрасно можно и на все лицо и шею использовать, особенно по цене эксметолога. Ну, могу, и ваши эти комментарии у нас администратор присутствует, прочтет, если что. Так что пишите, если пожелания какие-то. А можете на почту, на инфо собака прислать, на маркетинг, если там много прям пожеланий каких-то, прям пришлите, и они с удовольствием примут к сведению, потому что у нас постоянно ребята работают над тем, чтобы улучшить функционал. Да, прям сбросьте там предложение по, ну, не знаю, как даже лучше написать, что у вас как рекламу не расценили, что пожелания по работе вашего сайта. Вот так вот, наверное, в теме лучше написать и прям вот напишите, что не нравится или что неудобно. Потому что сейчас, конечно, сайт немножко дорабатывается, поэтому там может быть чуть-чуть что-то криво работать, потому что его только поменяли интерфейс. Я сама иногда путаюсь, куда там нажимать, особенно с телефона. Но, собственно, дело двигается. Значит, возрастная кожа с пигментацией. Ну, здесь как раз хедлайнером будет у нас brightening skin, который будет использоваться вечером. Соответственно, утром очищение либо гелем, либо муссом. Потом мы утром используем в качестве тоника лосьон-концентрат Нео. А вечером уже из отбериующей линии освежающий тоник с аха-кислотами. Дальше мы наносим сыворотки по показаниям активных концентратов. То есть смотрим, что больше волнует, да то и наносим. И дальше мы наносим уже крем. Обязательно с солнцезащитным фактором. Неважно, зимой или летом мы используем. Просто летом или весной уже будет использоваться 50+. А зимой, например, в осенне-зимний период достаточно крема с SPF-10, который называется крем-увлажняющая серия Hydratation. Наш известный самый и простой. Вот, соответственно, вечером мы будем использовать сыворотку Brightening Skin. Она, кстати, довольно-таки самодостаточная. Если очень сухая кожа, можно закрыть питательным кремом. SPF-10, например. А так вообще вполне достаточно ее только использовать и все. И опять-таки вот эта вот процедура, процедура энзимная маска плюс маска как удовольствие, как интенсивный уход. Да, на последнем сайте будет почта. Да, не буду сейчас вбивать, чтобы время не тратить. Прямо сейчас, вот через 5 минут вы увидите. Вот. Ну и, соответственно, крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга тоже добавляем, если нам нужно укрепить эту зону, снять отечность, убрать темные круги. Вот. Значит, понятно, да, с пигментацией. Проблемная кожа. Соответственно, мы используем щадящее очищение. Чаще всего проблемная кожа уже, как следует, раздраконенная всякими лечебными препаратами, довольно-таки агрессивными и неправильным уходом агрессивным. Поэтому чаще всего мы выбираем гель очищающий даже, чем мусс, потому что мусс немножечко пожестче, а гель он самый нежный. Вот. И используем его для умывания утром-вечером. Потом мы утром можем наносить тоник для жирной кожи, а вечером освежающий тоник с аха-кислотами. Причем аха-кислотный тоник, он содержит еще и себорегулирующий комплекс с цинком, магнием и медием. Поэтому он очень хорошо работает как раз в программах ухода за проблемной кожей. Дальше мы наносим на места с воспалениями на сыворотку стоп-акне. То есть если у нас условно два прыща на лбу, мы мажем весь лоб тонким слоем, дожидаемся полного впитывания. Дальше мы можем уже нанести или легкий крем увлажняющий, или там SPF 50 oil free, если это лето, да. Либо можем нанести гель Демотен с серой. Ну, это наш известный аптечный препарат медицинский, то есть это гель с гиалуронкой, алоей серой. Вот. Чаще всего он подходит очень хорошо для ухода, увлажняет. Есть, конечно, люди, которые, ну, не любят серу, да. Так же, как и клещ Демодекс ее не любит. Вот. Но, да, у них бывает, что реакция на серу, да. Но это бывает, что начинают использовать Демотен, и потом какие-то мелкие высыпания, да. Но это значит, что серу не пошла, да. Значит, Демотен не надо использовать. Используйте обычный гель увлажняющий плюс. Вот. Поэтому я всегда говорю, что когда вы вводите в уход новый препарат, вводите их по одному, хотя бы недельку одним попользовались, и потом только вводим другой, чтобы отследить. Если какая-то реакция негативная есть на какой-то компонент, так называемая индивидуальная чувствительность, вы его всегда отследите. Вот. А если вы всем скопом, там, весь комплекс начнете массу в первый же день, то можете не отследить. То есть я всегда такую аналогию провожу с прикормом младенцем, да, когда мы постепенно вот приучаем, да, то есть сначала брокколи он попробовал, потом там цвету, капуста, потом кабачок и так далее. Вот. Дальше мы вечером уже на стоп-акне, либо если кожа очень такая бывает чувствительная, ну, стоп-акне, она немножко щипетка, она носит, и, в общем, в принципе, и кислоты тоже немножечко кожу могут раздражать. Вот ничего страшного, Ольга в записи посмотрит, и у нас ребята выложат через несколько дней его. Не знаю точно, когда, но выложат. Обычно в течение недели, может. Вот, и, соответственно, можно использовать и стоп-акне, и когда уже впиталось, нанести альфа-дерм, а можно просто вечером нанести кислотную сырку альфа-дерм. Если вдруг кислоты жестковатые оказались, хотя альфа-дерм, он очень нежный, то есть там миндальная кислота основная, она достаточно сильным антимикробным действием обладает, но при этом она не раздражает кожу, у нее крупная молекула. Вот. Но если вдруг кислоты прям не пошли, или вдруг какая-то реакция у него, то можно и вечером тогда использовать такую же схему, как утром, только без увлажняющего крема, с SPF-опроса стоп-акне и демотен, или просто стоп-акне, без ничего. Вот. Соответственно, вокруг глаз мы можем использовать сыворотку для век с эффектом лифтинга, если это нужно, да, потому что проблемная кожа, она бывает не только в сильно молодом возрасте, но и не в очень молодом, к сожалению. Вот. Поэтому можем какие-то добавлять антиузрастные препараты. И альфадерм можем применять, например, не ежевечерний. То есть некоторым достаточно кислот, например, три раза в неделю. А остальные дни у нас будет, например, либо гель пектиновый вместо него, да, вместо альфадерма на стоп-акне будем сверху наносить, либо демотен тот же самый, да, то есть какой-то из этих двух гелевых препаратов. И последний протокол. У меня чувствительная кожа всех типов с нарушенной барьерной функцией. Вот здесь у нас хедлайнером как раз является сыворотка с про и пребиотиками пробиоскин. Тоже так, ну, уже не совсем новинка, конечно, но достаточно из новых препаратов. Вот. С лизатами бактерий, с инулином, с альфаглюканом, то есть и с кормом для бактерий и пребиотиками, да, и с самими лизатами бактерий, которые стимулируют рост нормальной микрофлоры. И здесь будет, конечно, хедлайнером гельцерамидскинсейвер, про который я упоминала, как раз отвечая на вопрос про псориаз. И атопический драматит. Это как раз вот этот вот безводный гель с церамидами и фитостеролами, с маслами. Там целый очень богатый состав масел. Масло виноградной косточки, авокадо, органы, масляный экстракт календулы. То есть очень много таких вот интересных масел. И, собственно, этот барьерный гель, который восстанавливает липидный наш, липидный компонент нашего гидролипидного барьера, вот, он будет здесь как раз тоже хедлайнером. Щадящее очищение идет с гелем очищающим. Обязательно на влажную кожу наносим, да, то есть, чтобы не сушило. Тонизация здесь уже будет тоник с гиалуроновой кислотой и эластином, то есть, который гелевую такую текстурку имеет с высокомолекулярной гиалуронкой. Либо тоник для чувствительной кожи из серии антиэйдж с гидролизатом коллагена алоэ вера. Дальше мы наносим сыворотку 3D-увлажнение. Помним, как раз я уже упоминала, это три вида гиалуроновой кислоты. Это пептид дифопарин, который уровень увлажненности регулирует за счет того, что больше влаги из дермов и эпидермис поступает. И плюс сок алоэ вера, который убирает чувствительность. И дальше уже закрываем вот этим церамидным гелем. Таким вот маслянистым. И вот эта маслянистость после нанесения, она уходит буквально за пару минут. Остается бархатистая кожа. Поверх него можно при желании SPF, естественно, при необходимости. Если индекс ультрафиолета больше 4, то желательно уже SPF использовать. И вечером как раз идет пробиоскин с лизатами бактерий, то есть и прибиотиками. Если вдруг пробиоскин не пошел к какой-то причине, потому что есть люди, опять-таки, какая-то категория людей, которые на вот эти про- и прибиотики реагируют индивидуальной чувствительностью, какие-нибудь высыпания, например, от них. Ну, бывает действительно. Редко, но бывает. То тогда мы просто заменяем пробиоскин на самый такой гипоаллергенный. Наш гель лаконичным составом – это гель увлажняющий плюс. То есть гиалуроновая кислота, там фукогель, биосахаридная смола и соковая вера. Но пробиоскин, он, конечно, очень хорошо убирает чувствительность и восстанавливает барьерную функцию, потому что он восстанавливает микробиом. А это очень важный такой фактор влияния на возникновение гиперчувствительности. То есть когда микробион нарушен, у нас, как правило, чувствительность повышается. Вот, соответственно, задавайте, если вопросы остались. Я сейчас верну слайд, поставлю слайд с нашей почтой, вот как раз, чтобы по поводу сайта, например. А, кстати, вот про опцию по проблемам кожи, пигментации. У нас есть подбор ухода. Так, он, конечно, немножко универсальный, вот, но, как бы, он немножко универсальный, но можно на него ориентироваться. Вот, а еще я вижу, такой вопрос поступил по поводу Латвии. Да, у нас, нет, в Латвии у нас есть дистрибьютор. Это компания Alvibalt. У нас на сайте, где купить в разделе, есть. Промокод, конечно, он действует только у нас на сайте, на официальном сайте, не в России у всех дистрибьюторах, а на сайте. Вот, нет, а, ну да, я поняла. Вот, и вот если, там у него есть, вот этой компанией Alvibalt, там есть цена для косметологов, просто у него, наверное, на сайте они не висят, а если с ним связаться, там у них директор генеральный, Валерий его зовут, вот, русскоязычные, они все там. Вот, и можно спросить, прайс для косметологов. Он, так же, как и у нас, у нас там на 39% скидка для косметологов, а у него, я не знаю сколько, ну, тоже, наверное, такого же порядка. Ну, в общем, это надо у них усновать. К сожалению, да, только на фестивальном сайте в России цена. Еще, конечно, такой, может быть, поможет что-то вот в плане прибалтики. Прибалтики, конечно, через дистрибьютор, наверное, проще, но вообще Wildberries, по-моему, вышел туда. То есть можно отдельные продукты, если там, ну, это будет, конечно, наверное, дороже, чем цена для косметолога у дистрибьютора, но если какой-то там один гель нужен, чтобы не ехать за ним в Ригу, то можно через Wildberries заказать. Wildberries даже на рынок уже Европы, Израиля вышел. Буквально вот это случилось небольшое время какое-то назад.